Коллеги, добрый день. Мы начинаем презентацию третьего и последнего в этом году выпуска белорусского трекера перемен. Это ежеквартальный отчет команды белорусских экспертов. Меня зовут Валерия Кременко, я являюсь проектным координатором фонда имени Фридриха Эберта по Беларуси, и я буду модерировать сегодняшнее мероприятие. Важно напомнить, что основной задачей белорусского трекера перемен это отслеживание и фиксирование устойчивых трендов в трех сферах. Это политика, экономика и социология. А аналитической изюминкой каждого из выпусков является опрос общественного мнения. И третий выпуск, который мы сегодня презентуем, охватывает анализ событий этой осени за период сентября по ноябрь включительно. С выпусками трекера вы можете ознакомиться на сайте фонда имени Фридриха Эберта, и также последний выпуск мы вышли всем, кто зарегистрировался на сегодняшнее мероприятие. Ну что ж, я рада представить всех спикеров и автора белорусского трекера перемен. Это ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин в трекере пишет про внешнюю политику. Павел, здравствуй. Привет. Это политический аналитик и основатель агентства Sense Analytics Артем Шраймунд в трекере пишет про внутреннюю политику. Артем, привет. Всем добрый вечер. Независимый социолог Филипп Беканов ответственный за ту самую аналитическую изюминку нашего доклада. Опрос общественного мнения. Филипп, привет. Никакого давления. Привет, Лера. Старший аналитик Центра новых идей Геннадий Коршунов пишет в трекере про отношения между государством и гражданским обществом. Геннадий, добрый вечер. Приветствую. Академический директор Бирог и приглашенный профессор университета Карлоса 3-го в Мадриде. Катерина Бурнукова в трекере ответственна за внешний экономический аспект. Катерина, здравствуй. Да, добрый вечер. И last but not least, старший научный сотрудник Бирог Лев Львовский пишет про внутреннюю экономическую ситуацию в Беларуси. Лев, добрый вечер. Видаю. Формат нашей встречи следующий. Мы начнем с презентации авторами своих разделов. У каждого у них будет в среднем 5 минут времени. Я буду строго его контролировать. И немного больше у Филиппа Биканова. После презентации мы перейдем к серии вопросов и ответов. И я напоминаю нашим гостям сразу, что свои вопросы вы можете задавать в чате Zoom. Я постараюсь их все зачитать. А сейчас я передаю слово Кристоферу Форсту, представителю фонда имени Фридриха Эйберта по Беларуси и руководителю регионального офиса «Диалог Восточная Европа». Кристофер, the floor is yours. Спасибо, Валерия. Дорогие гости, добро пожаловать на представление третьего издания беларусского трекера. Фонд Фридриха Эйберта по Беларуси всегда поддерживает фонд бедальные ценности и демократию. Мы поддерживаем очередной выпуск этого глубокого, серьезного научного доклада. Мы приветствуем социологические и экономические исследования, которые делают это исследование в особенно беларусском контексте, потому что социологические данные очень сложно получить по Беларуси. Мы видим, ситуация, конечно, не вызывает оптимизм. Мы видим, что нам, увидев все это, нужно решить, что же нам делать со всем этим. Филипп, я думаю, что вы, наверное, представите удивительные результаты. И даже можно сказать, что предыдущие прогнозы не оправдались. Но если посмотреть на предыдущие публикации, включая эту, сейчас в конце года и в будущем, когда будут опубликованы очередные выпуски, мы сможем понять, куда все идет, и мы сможем ответить на вопрос, что мы можем с этим сделать и куда нам идти. Этот проект называется «Беларусский трекер перемен». И почему? Потому что мы отслеживаем изменения во времени, и это цель социологического, экономического и политического анализа. Эксперты рассматривают последние события, охватывая последний квартал и делают это регулярно. В данном формате, конечно, мы постоянно погружаемся все глубже в эти вопросы, особенно в эти насыщенные дни. И следует сказать, что мы надеемся, что у нас в следующем году будут также выпуски «Беларусского трекера перемен». Вместе с тем, пока еще сложно предсказать, будут ли публикации, но мы на это надеемся. Хотелось бы благодарить наших экспертов, коллег Валерию, который выступает модератором и который ведет этот проект и работает над ним. Также следует сказать, что, как уже было сказано, эта публикация присутствует у нас на сайте, в нашей библиотеке, как и другие материалы, которые мы укладываем. Хотелось бы сказать, что, конечно же, война России против Украины – это то, что постоянно упоминается в этой публикации, поэтому есть угроза потери суверенитета и сдачи различных секторов экономики России. Но в данной социально-экономической ситуации война является не одним фактором, который вызывает различные напряжения. Конечно, война захватывает белорусскую экономику в значительной степени, и наоборот, политико-экономическое развитие может также затмить вопросы, связанные с безопасностью и так далее. Поэтому я хотел бы сказать, что самое лучшее, что мы можем сделать – это видеть Беларусь как Беларусь, а не как сателлит России. И я думаю, что этого ожидают белорусы. И, конечно, это в политическом спектре – это тоже правильно. И также требуется глубокий политический анализ ситуации, который представляют наши эксперты, которые рассматривают различные направления, и это является хорошей пищей для размышления при строительстве новой незамисимой Беларуси. Удачи! Спасибо большое, Кристофер. На правах проект-менеджера этого проекта я тоже хочу поблагодарить команду, редакторов, дизайнеров и также техническую команду, которая сегодня находится в Киеве, и, несмотря ни на что, на регулярные обстрелы и потерю света эффективно и качественно работали над этим проектом. Спасибо вам тоже. Ну что, мы непосредственно перейдем к презентации третьего выпуска белорусского трекера «Перемен», который, я еще раз напомню, охватывает события этой осенью. И я передаю слово первому спикеру, Павлу Слюнькину. Павел, внешняя политика, тебе слово. Спасибо большое, Лера. Ну, первый тренд и основной, который мы фиксируем на протяжении всего, всех наших докладов и репортов, да, это такое постепенное углубление зависимости белорусского государства от России. Я называю этот процесс такой медленной десувернизации в Беларуси. В этом отчетном периоде мы, ну, я обратил бы внимание особенно на оборонную сферу, если раньше российские войска, которые заехали на территорию Беларуси, их присутствие оправдывалось якобы учениями, да, вот те войска, которые приехали на территорию Беларусь до полномасштабного вторжения России в Украину, их оправдывали тем, что проводятся учения, да, и таким образом легально продолжали их нахождение за счет вот их дислокации, да, и проведения военных операций против Украины. То вторая порция войск, которая заехала уже в отчетном периоде сюда, она объяснялась тем, что была развернута совместная белорусско-российская группировка. Для этого было, ну, или не для этого, да, но, скажем, продолжение этого тренда Беларусь и Россия подписали совершенно недавно, во время визита министра обороны России Шойгу в Беларусь, протокол, который изменяет соглашение от 97-го года о совместном обеспечении региональной безопасности. Если в прежней редакции этого соглашения формулировка там звучала «развертывание группировок войск», да, то есть подразумевалось, что в какой-то ситуации эта группировка войск может появиться, сейчас она разворачивается, то предложение, которое Россия предлагала внести туда изменения, там уже к развертыванию добавляются слова «дислокация» и «размещение объектов военной инфраструктуры вооруженных сил России, которые бы обеспечивали их функционирование». Ну, из этого мы делаем вывод, что на более долгосрочном периоде, да, эти войска, по крайней мере, планируются содержать, при этом это все, опять же, такое легкая степень догадок, да, или анализа, потому что финальный документ, версия, которая была подписана, так до сих пор в его публичном пространстве не появилась. Помимо этого, Беларусь, вот в отчетном периоде было зафиксировано ее углубление в вовлечении, степени вовлечения в войну, были представлены несколько таких расследований, которые фиксировали участие белорусского государства в обеспечении медицинского, медицинского обеспечения российских солдат. Белорусские дипломаты голосовали в ООН против резолюции, которые инициировались Украиной и ее союзниками, да, там речь идет о резолюциях, которые касались бы выплат репарационных от России для восстановления украинской экономики, инфраструктуры и о непризнании аннексированных территорий. Здесь Беларусь дважды голосовала против них. Ну, продолжается передача военной техники. Продолжается миграционный кризис, да, о нем мы периодически забываем, но вот это по-прежнему, по-прежнему актуальная, такой актуальный фактор на границах Беларуси, на западных границах Беларуси. Цифры не те, которые мы имели в ноябре 2021 года, но они по-прежнему не так малы. Там фиксировались десятки незаконных мигрантов, нелегальных мигрантов на границе с Литвой, потом белорусские спецслужбы переориентировали их на Польшу. Несколько дней фиксировались цифры 100 или более 100 человек, которые пытались прорваться через границу с помощью белорусских спецслужб, фиксировались попытки прорваться в Украину. И вот это вот все в совокупности, вовлечение в войну, десуверенизация Беларуси, миграционный кризис на границах, он провоцирует соседей на западных границах, да и в принципе всех соседей, за исключением России, заниматься укреплением, собственно, безопасности. Они возводят физические барьеры на границе, и таким образом оформляется такой своеобразный инфраструктурный новый железный занавес. Литва и Латвия отгородили себя от Белоруссии забором с колючей проволокой, Польша построила бетонную стену, Украина также строит такие фортификационные сооружения, стену бетонную копает рвы, минирует дороги, взрывает мосты. Ну вот таким образом, белорусская западная граница сейчас выглядит вот совершенно как такой... Это железный занавес, это уже не фигура речи, железный занавес уже приобретает очертания физические. При этом пересмотр отношений с Белоруссией происходит и на уровне нормативно-правовой базы. Латвия, Литва приостановили действия ряда двусторонних соглашений. Среди них есть как технические, так и такие более важные. Например, Латвия пристановила соглашение, действие соглашения об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий. Украина здесь вообще как бы лидер, она прекращает действия десятков соглашений. Один из них, наверное, такой одно из наиболее неприятных для белорусских и украинских граждан, это соглашение об избежании двойного налогообложения. При этом и Беларусь также этому тренду способствует. Беларусь вышла из соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании, и степене и в науке, и в искусстве. То есть такой тренд, который фиксируется на всех уровнях, не только на уровне правительств или государств, но и даже региональной власти. То есть братские связи какие-то по-братимски между городами, между организациями даже, или Академии наук, они тоже растрогают соглашения, которые раньше заключались годами, если не десятилетиями. Таким образом, мы приходим к выводу, что Беларусь все больше превращается в такую токсичную зону, которая воспринимается между родными партнерами в первую очередь как источник различного рода угроз. Не как потенциальный контрагент для сотрудничества, а именно как источник различного рода угроз. И символично, что на этом фоне белорусские власти расширяют отношения с непризнанными и оккупированными территориями. Таким образом, я не знаю, не хочется этого произносить, но складывается ощущение, что подобное тянется к подобным. Такая логика. Изолируя себя от западных стран или партнеров, с которыми отношения относительно неплохими были, вот сейчас приходится альтернативу искать в сотрудничестве с непризнанными и оккупированными территориями. И эти отношения, они выходят не просто расширяются, они выходят на более высокий протокольный или представительный уровень. Впервые после российско-грузинской войны 2008 года Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Абхазию, территорию Грузии, которую она на данный момент не контролирует. Он провел встречу с фактическим главой этой непризнанной республики Асланом Жань. Помимо этого, глава Минбюрисполкома Владимир Кухарев, он подписал соглашение о сотрудничестве Минска, от имени Минска, о сотрудничестве с оккупированным Россией городом Севастополем, с администрацией, которая оккупационная администрация. При этом мы фиксируем на фоне этого негативного, что происходит с белорусским государством со стороны белорусских властей, мы также фиксируем и позитивный тренд. Ну, перед тем, как перейти к позитивным, еще один момент забыл рассказать, что углубление раскола между Белоруссией и европейскими странами достигло такого уровня, что такой яркий пример, даже когда задержали временного поверенного в делах Европейского Союза в Белоруссии, госпожу Шульц, на некоторое время пытались ее принудить подписать протокол, несмотря на то, что она обладает дипломатическим иммунитетом и не обязана вообще, не имели права задерживать, даже это не вызвало какого-то там скандала очень серьезного. Это проходит ниже радаров, можно сказать. На этом не фокусируется. То есть настолько все плохо, что даже такие скандальные, собственно, вещи, они не приводят к более серьезному кризису. Переключаясь на позитивное, Эстония, она помогла организовать кабинету, офису Тихановской присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН, и реакция белорусских властей была быстрой. Они сократили, потребовали, сократили свое посольство в Таллине, и потребовали сократить количество дипломатов в эстонском посольстве в Минске. Таким образом, сейчас у балтийских государств в Беларуси, посольства именно, их работают в минимальном штатном составе. При этом Эстония тоже ответила тем, что помогла, то есть это сыграло позитивную роль для белорусских демократических сил, позволила им постепенно институционализировать, первый шаг по институционализации дипломатических контактов, демократических... Павел, я попрошу Женю немножко сворачиваться. Минуту тогда, да, если, Эра, мне позволишь. Эстония направила дипломата своего для сотрудничества именно с Демсилами, то есть он в Вильнюсе будет работать, теперь не в Минске, а в Вильнюсе. В Бельгии открылась миссия Демсил, такое символическое посольство белорусских демократического движения. Литва предложила Тихановской контролировать списки отдыхающих в санатории Беларусь, который принадлежит белорусскому государству. На церемонию Нобелевской премии, которую вручали Олесю Беляцкому, не пригласили посла белорусского, а пригласили Светлану Тихановскую. В Совете Европы была сформирована контактная группа по сотрудничеству с белорусским гражданским обществом. И это решение, оно во многом уникальное, потому что Совет Европы не будет параллельно осуществлять сотрудничество с фактическими белорусскими властями. То есть контакты белорусов в Совете Европы не будут реализовываться исключительно через представителей гражданского общества. Ну, на этом тогда я завершу. Там у нас еще есть такой блок про Украину. Там тоже есть определенная позитивная динамика для демократических сил. Но вот, наверное, останется таким недоговоренным или аспектом. Но именно оно вас должно привлечь, почитать полный репорт. Я вас к этому призываю. Там действительно очень интересно. Спасибо большое. Спасибо большое, Павел. Да, сейчас ссылку на отчет я еще размещу в чат, наш зумовский чат. Я передаю слово следующему спикеру, Артему Шрайбману, внутренняя политика. Артем, тебе слово. Спасибо. Спасибо большое, Лера. У меня многие тренды, которые фиксировались в прошлых выпусках, они продолжились. Но я хотел бы начать с нового, который только начал проявляться в законодательных решениях белорусской власти, я его считаю, на самом деле, ключевым. Это дрейф в сторону антидемократических фильтров. То есть белорусская власть признает на уровне риторики, на уровне законодательства, то она хочет отказываться даже от декоративных институтов народа власти. Вот проявлениями этого тренда я вижу в первую очередь опубликование законопроектов о Всебелорусском народном собрании и поправке в избирательный кодекс. Согласно всем этим опубликованным документам мы видим, что роль прямых выборов как института, понятное дело, со всеми искажениями, которые у него есть в Беларуси, она даже законодательно падает. Потому что ВНС, Всебелорусское собрание, орган, который займет высшее место в иерархии госорганов Беларуси после того, как будет созван, не будет вообще избираться напрямую. И когда в ответ на публикацию такого законопроекта некоторые провластные публицисты, аналитики попробовали его аккуратно покритиковать за вот это самое, то, что нет там прямых выборов делегатов, они все назначаются какими-то ветвями бюрократии, Лукашенко провел совещание и сказал, что это такая задумка. Мы не хотим простых людей иметь в этом органе. Для простых людей есть парламент, куда можно избирать своих людей, своих делегатов, депутатов. А здесь должны работать профессионалы в ВНС. Интересно, что одно из полномочий ВНС напрямую связано с возможностью отменять решения избирателей. То есть, кроме того, что там есть возможности импичмента президента, наведения чрезвычайного положения, отмены законов и указов, которые принимают другие органы власти. Самое для меня вопиющее, что ли, беспрецедентное, то, что есть решение дать ВНС право отменять итоги президентских выборов, посчитав их нелегитимными. Причем для этого не нужны какие-то серьезные основания. Просто ВНС может не понравиться победителям на выборах, и в течение пяти дней после оглашения итогов ВНС может по своему усмотрению отменить эти результаты. И делать это столько, сколько будет необходимо, пока не победит нужный кандидат. Это у нас теперь формально такая вот конституционная рамка. В избирательном кодексе больше косметических правок, судя по всему, но проект показывает, что власть стремится оградить избиркомы, комиссии от любого возможного стресса, связанного с тем, что люди могут фотографировать бюллетени, выносить их, записываться наблюдателями еще и до начала досрочного голосования. Теперь все эти возможности устремлены. То же самое касается исключения возможностей для белорусов за рубежом голосовать, то есть закрытие участков посольств. Понятное дело, что там пришлось бы либо очень сильно фальсифицировать выборы, либо показывать слишком небесные для власти результаты. Переходя к следующему тренду, который, по сути, уже превратился не в тренд, а в атрибут белорусской государственной машины, это просто активное вовлечение так называемых провластных активистов, пропагандистов в репрессии и в другие формы давления на оппонентов. То есть закрытие выставок, отмена культурных мероприятий, давление на дипломатов. Все чаще и чаще происходит через вовлечение вот этих вот идеологических инспекторов, людей, которые в своих блогах, в телепрограммах указывают власти, кого нужно репрессировать. Примеры я не буду перечитать их. Немало было за осень, и, смотрите, там много смешных даже есть, хотя, конечно, это не весело внутри Беларуси, но когда отменяются Хэллоуины из-за того, что это сатанинский шабаш, какую-то иронию я в этом все-таки могу ловить. И много примеров у нас в докладе, поэтому пропускаем фактуру, детали. Но здесь важно понимать, что и эта практика тоже нас сближает с такими тоталитарным прошлым, потому что в Советском Союзе тоже многим репрессиям предшествовала кампания, например, травли в газетах, когда какие-то официальные союзы писателей показывали на нелояльных писателей, которых нужно было бы наказать. Что касается трендов, которые тоже начались до осени, мы можем сказать о том, что происходит политизация военных структур, в частности, белорусского полка Костуся-Калиновского, который создал свой СОИМ из 10 человек и активно занялся политической деятельностью в Украине. И происходит зеркальный этому процесс милитаризации политических структур в демократических силах, создание так называемого посполитого рушения, которое функционирует в виде таких локальных ячеек, которые называются хоруговыми, то есть такие, по сути, спортивно-боевые курсы, если можно их так назвать. И эти два таких взаимопроникающих тренда, они подстегнули, снова-таки зафиксированы раньше, от милитаризации белорусского режима. И это проявилось не только в учениях постоянных, которые мы видим, не только в проверке работы военкоматов через сверку всех данных почти всех призывников в стране. Кстати, даже я получил две повестки, несмотря на то, что уже давно не живу в Беларуси. И это вылилось еще и в расширение репрессивного аппарата. То есть власти создали новое подразделение по борьбе с экстремизмом на базе внутренних войск. Власти решили расширить сеть милицейских лицеев региональных. Власти очевидным образом увеличивают финансирование силовых структур, потому что бюджет на следующий год абсолютно беспрецедентный с точки зрения увеличения расходов как на оборону, так и на правоохранительную систему. Это тоже, скорее всего, означает не просто рост зарплат силовиков, но и рост их числа, что мы увидим в следующем году. Ну и, наконец, последний тренд, который мы фиксируем. Консолидация в демократических силах остановилась. Консолидация, которую мы фиксировали летом. И вернулась фрагментация. Она пока не носит какого-то фатального характера, но мы уже видим конкуренцию по некоторым вопросам между кабинетом и полком Калиновского, который политизируется стремительно. Мы видели числеев скандалов внутри и около кабинета демократических сил. Это и уход министра финансов, так можно сказать в кавычках, Татьяны Зарецкой, и скандал с российским паспортом министра обороны Теневого Валерия Сахачика, и уход из Байпола одного из его основателей, Олега Талерчика, скандал с проникновением агента Губопика в Черную книгу Беларуси, который тоже пришлось комментировать и оправдываться, которое пришлось структурам демократическим. Все это не наносит какого-то прямого структурного урона и не мешает кабинету функционировать, но создает очень скандальный шлейф. И мы видим, что фрагментация продолжилась даже после нашего отчетного периода. Этот тренд продолжается уже в декабре. Киберпартизаны, часть силовой коалиции, которая называется Супротив, которая сначала поддержала создание кабинета в августе, а в декабре присоединилась к новому по пути киевскому политическому центру в оппозиции, формирующемуся вокруг полка Касуся-Калиновского. Спасибо большое, я на этом буду закрепляться. Спасибо большое, Артем. А мы сейчас переходим к экономической части нашей дискуссии. Ее откроет Катерина Бурнукова. Внешний экономический аспект. Катерина, пожалуйста. Да, спасибо большое. Добрый вечер всем еще раз. По поводу тех трендов, которые сложились у нас во внешнеэкономических отношениях, они с большего продолжаются. В частности, продолжается тренд на сокращение экономических отношений с нашими западными соседями. Несмотря на то, что не было введено никаких новых санкций в течение осени со стороны ЕС, экспорт в ЕС продолжает сокращаться. Если мы посмотрим на уровень экспорта из Беларуси в ЕС в сентябре, мы увидим, что он сократился на 60%. Несмотря на то, что некоторые позиции все-таки растут, те, которые не попали под санкции. Из интересных деталей, в частности, рост поставок электроэнергии основным потребителем белорусской электроэнергии в ЕС остается Литва. И, в общем-то, можно, наверное, ожидать, что этот экспорт будет расти, поскольку сейчас Беларусь наконец ввела в действие первый энергоблок АЭС после длительного ремонта. Кроме того, мы видим такую интересную вещь, которая уже отмечена в медиа. Это то, что Беларусь пытается использовать другие страны ЕС для обхода санкций. В частности, это очень хорошо видно на деревообработке. Если мы сравним импорт в ЕС из этих стран, из таких стран, как Казахстан, Киргизстан, другие среднеазиатские страны, которые либо входят в ЕС, либо как-то с ним ассоциированы, то мы увидим, что по некоторым позициям, которые в Беларуси под санкциями, идет рост. То есть, например, четко виден рост почти на 15 миллионов экспорта продукции деревообработки из Казахстана. И, конечно, это совсем небольшая доля из тех 400 миллионов евро экспорта деревообработки, которые Беларусь потеряла в результате санкций. Но боюсь, что если этот процесс не остановить, то эти 15 миллионов будут только началом. Зато, несмотря на затухание взаимоотношений с ЕС, у нас растет экономическая взаимосвязь с Россией. Рост экспорта в Российскую Федерацию составил уже 4 миллиарда. И, судя по всему, у нас уже, возможно, доля российского рынка в белорусском экспорте достигла 70%, точно пересекла 60%. Тут я хочу подчеркнуть две важные вещи. Нет никакого повода считать, что работает импортозамещение. Мы пока не знаем успешных кейсов. И нет никакого повода считать, что речь идет о перенаправлении подсанкционных товаров в Россию. Пока, по крайней мере, не началось перенаправление нефтепродуктов. Речь идет, скорее всего, просто об удорожании и расширении тех прежних позиций, которые мы и раньше экспортировали в Российскую Федерацию. Важная вещь, которая произошла в отношениях с Россией, это подписание, утверждение плана сотрудничества, и не только плана, а, собственно, соглашения, которое предусматривалось одной из союзных программ, соглашения по косвенным налогам. Это одно из самых важных соглашений в экономическом плане, потому что оно чуть ли не единственное, которое подразумевает создание наднационального органа, и потому что оно дает доступ России к информации о транзакциях белорусских экономических агентов. Но, кроме того, она открывает для наших нефтепродуктов российский рынок. И тут в отношениях с Россией стоит заметить, что, конечно, все это углубление сотрудничества идет на пользу белорусской экономике прямо сейчас и сегодня, поэтому Беларусь никак не может от него отказаться. Но все понимают, что этот огромный рост зависимости может быть опасен и сейчас, и в будущем. Поэтому Беларусь отчаянно ищет альтернативных экономических партнеров, обращает свой взор к Китаю. И осенью радостно репортовали о том, что с Китаем подписано соглашение о всестороннем и всепогодном сотрудничестве. И действительно, экспорт в Китай очень сильно растет, что, в общем-то, наводит нас на мысль о том, что экспорт калийных удобрений в Китае продолжается, практически в неизменном объеме, может, немного сократился, и что те объемы калия, которые мы умудряемся вывозить, мы направляем в первую очередь в Китай. Но надо отметить тот факт, что китайские инвестиции, они как упали в 2020 году, так они с тех пор и не растут. Поэтому вот эта перспектива развития отношений с Китаем, она, к сожалению, все еще остается достаточно призрачной, а экспорт в Китай, он чуть ли не в 15 раз меньше, чем тот экспорт, который у нас сейчас направляется в сторону России. На этом я остановлюсь с внешнеэкономическими трендами и передаю слово моему коллеге Льву Львовскому, который расскажет про тренды в внутренней экономике Беларуси. Спасибо. Во внутренней экономике самым главным трендом все еще остается тот факт, что Беларусь продолжает находиться в рецессии. Октябрьская цифра падения год к году составила 4,7% в реальном выражении, это падение ВВП. Реальные зарплаты в октябре падали на 4,5% год к году. Ноябрьских цифр у нас еще нет. Эти цифры более адекватно отражают состояние нашей экономики, чем, скажем, сентябрьские или августовские, так как в августе и в сентябре в данные сильно вмешался большой, но запоздалый урожай, который сделал августовское падение ВВП больше, чем 10%, а сентябрьское, наоборот, было слишком маленьким. Из качественных трендов внутри индустрии здесь стоит отметить проблемы с нашим IT, если раньше всю обозримую историю IT всегда был драйвером роста белорусской экономики, то начиная с войны, прошло пару месяцев с начала войны, и IT-сектор превратился в один из секторов, который приносит даже, наверное, один из наибольших минусов. В октябре IT-сектор снова дал минус 8% год к году, и что самое тревожное в отношении будущего IT-кластера, это серьезнейший отток кадров. В средних и крупных предприятиях, то есть в тех компаниях, где работает больше 16 человек, в 2021 году в IT-индустрии работало более 52 тысяч человек, с начала войны Беларусь потеряла 14 тысяч из этих работников, то есть здесь падение на почти 25-30%. Деревообработка также не смогла приспособиться к санкциям, там все еще наблюдается одно из самых больших падений, если смотреть на реальные зарплаты людей, которые там работают. Вот Екатерина говорила, что начались какие-то попытки экспорта через третьи страны, но пока что, во всяком случае, эти попытки не приносят успеха работникам деревообработки. А вот нефтяники как-то смогли выкарабкаться из ямы, которая сложилась там в марте-апреле, и сейчас по косвенным признакам загрузка на нефтепрерабатывающих заводах составляет как минимум 80% от довоенного объема, а средние зарплаты там пришли примерно в норму с годом назад. Главным таким государственным трендом в нашей экономике, внутренним трендом за исключением рецессии, является продолжение тренда на все большее и большее вмешательство государства в экономику, на попытки ручного управления. Здесь мы в текущем периоде столкнулись даже с некоторыми элементами, которые мы разве что наблюдали в книгах по военному коммунизму. Единственная разница состоит в том, что при военном коммунизме курицы вообще нет, а в Беларуси Александр Лукашенко критиковал тот способ, как ее нужно правильно расчленять. 6 октября на совещании Александр Лукашенко внезапно ввел полный запрет на рост цен. В результате этого были посажены около 20 предпринимателей, было заведено более 30 уголовных дел. В конечном итоге эта популистская мера достигла своего популистского эффекта. Согласно опросам Бирог, эта мера оказалась популярной среди 63% городского населения Беларуси, но все-таки была, к счастью, заменена на более мягкий режим контроля цен. Теперь цены контролируются на 270 наименований, на 270 позиций. Это практически полностью покрывает статистическую корзину среднего беларуса. Предусмотрена возможность повышения цен через обращение к специальным комиссиям и через специальную систему максимальных надбавок. При этом эта новая система довольно сложна на практике, хотя легка в теории на бумаге, и ввела экономику в достаточное непонимание. Так что некоторым предпринимателям даже пришлось уйти с рынка и не работать некоторое время, что потом некоторые СМИ приняли за забастовку предпринимателей, так как они просто не понимали, как им действовали в новых условиях. Тут показательный, интересный эпизод, когда министр антимонопольного регулирования торговли пытался разъяснить предпринимателям, как правильно вводить эти надбавки. Один предприниматель спросил его, в какой момент нарезанный огурец и нарезанный помидор становятся салатом. Дело в том, что огурец и помидоры – это контролируемые наименования. Если просто разрезать огурец на много частей, то его цена должна быть равна стоимости целого огурца, то же самое с помидором. А вот если их смешать, то в какой-то момент они должны стать салатом, который уже не является контролируемым наименованием. Другой канал вмешательства государства в экономику, который мы наблюдали в этом периоде – это явное намерение начать накачивать белорусскую экономику государственными инвестициями. Премьер-министр Роман Головченко несколько раз заявлял о том, что в 2023 году ожидается рост инвестиций на более чем 22%. Учитывая текущий инвестклимат в Беларуси, вероятно, он имел в виду именно государственные инвестиции. Такая догадка подтвердилась в проекте по бюджету на 2023 год, где предусмотрен рост и потолкам госдолга, и новый дефицит. И последняя новость, которая также вкладывается в этот тренд, которая, правда, не успела войти в наше обозрение, это недавнее совещание Александра Лукашенко по вопросам ПВТ, где также государственные чиновники обсуждали, как они будут учить айтишников, какие продукты им надо производить, и в каком формате лучше следует работать. Думаю, что тренд на такое ручное управление экономикой продолжится, несмотря на отдельные проблемы с реализацией таких мер. На этом я закончу и передаем слово Валерии обратно. Лев, большое спасибо. Сейчас мы переходим к завершающему, но не менее интересному социологическому блоку. И первому я даю слово Филиппу Беканову, который поделится с нами динамикой общественного мнения этой осенью. Филипп, тебе слово. Лера, благодарю. Всем привет. Сейчас я расшарю экран. Одну секундочку, потому что у меня для вас традиционно слайды. Должно быть видно. Видно? Подтверди, пожалуйста. Вижу, что усикивает. Прекрасно. Добрый день, коллеги. Сейчас поговорим немножко о тех трендах, которые мы видим или думаем, что видим в обществе белорусском и белорусском общественном мнении. Прежде чем перейдем к результатам, давайте немножечко сделаем оговорок. Мы собирали данные методом онлайн. Это онлайн-панель. В ней мы опросили 999 респондентов. Сделали мы это в конце ноября, с 23 по 28 число. Выборка имеет квотную природу, то есть она невероятностная. То есть попасть в нее неравный шанс у каждого жителя Беларуси. И само это по себе немножечко может объяснять какие-то различия между реальностью, которая есть на самом деле и которую никто не знает и не измерит, скорее всего, в текущих условиях Беларуси, и тем, что мы видим в результатах. То есть цифры могут отличаться из-за структуры выборки. Это онлайн. Тут нужно понимать. Мы стараемся митигировать это как-то с помощью перевзвешиваний, с помощью проверок и так далее. Также, забегая немножко вперед, за спойлерю вам немножко шестой раздел, который представит Геннадий Коршунов, но репрессии в Беларуси не ослабляются. Это на что влияет? Это влияет на потенциальный эффект фактора страха на наши ответы. И несмотря на то, что мы тоже стараемся контролировать это и брать методы чуть более сложные, чуть менее подверженные фактору страха, вполне вероятно, что он оказывает какое-то влияние на наши цифры, на наши значения, которые мы получаем в результате исследований. Например, вот у нас достаточно высокий дропаут рейд, который выше, чем в среднем на онлайн-панелях, которые мы собираем, но при этом он такой по-политическим, он достаточно стандартный, но высокий. То есть какие-то люди к нам действительно не доходят, мы говорим про это открыто, мы про это знаем. Поэтому распределения, которые вы увидите, вполне вероятно от реальности отличаются. Обычно, обычно, я на этом дисклаймер заканчиваю и перехожу дальше, потому что в динамике заметно, даже если какие-то цифры действительно не похожи, точнее, могут не совпасть с какими-то условно существующими в обществе значениями, если бы мы каждого белоруса спросили, то вот динамику мы видим четко. В этот раз с динамикой по именно доверию к режиму тоже есть некоторые сомнения. Она есть, она, в принципе, достаточно такая ощутимая, но у нас, к сожалению, не было возможности проверить ее с помощью подключения дополнительной онлайн-панели. В предыдущих двух замерах мы это делали. В этом, ну, просто-напросто не успели, к сожалению, потому что конец года, и это достаточно сложно. Вот. Теперь, зная все это, я попрошу коллег, которые представители СМИ, например, быть, ну, в принципе, как это, обачливыми, да, что называется, когда вы делаете те или иные публикации. Я перехожу к презентации, вот, и начнем сразу с горяченького, собственно говоря. Мы измеряем доверие режиму с помощью многомерных методов. Это кластерный анализ, основанный на ответах на вопросы о доверии тем или иным представителям режима или тем, кто с режимом восприятия общества борется, да, например, там, независимые СМИ или люди, которые голосовали против Лукашенко в 2020-м, или люди, которых называют политзаключенными. Что мы видим? Мы видим, что количество людей, которых мы, вот, группируем в, скорее, сторонники режима, оно выросло по сравнению с августом. Что это может значить? Несколько вещей, да, то есть, во-первых, это может быть, как я уже говорил, объяснено тем, что это влияет фактор страха. Действительно, здесь это одно из возможных объяснений. Проверить это сейчас, возможно, не представляется, но мы над этим работаем, потому что эти изменения нас удивляют. Вот в прошлый раз, когда мы заметили такое изменение, это был период с октября по май, и, собственно, изначально в нашем трекере не планировалось подключать вторую панель. Но после того, как мы увидели динамику с октября по май, мы просто были обязаны проверить какие-то, исключить внешние факторы, кроме динамики в обществе. И вот онлайн-панель вторая, мы увидели там немного другие процентные распределения, но динамику увидели ту же самую, да. Сейчас вот именно в этом случае полностью отсечь как-то фактор страха у нас нет возможности, но мы думаем над методами, инструментами, как это избавить в будущем, избавиться от него в будущем. Кроме того, могут быть это онлайн-выборка, да, и это онлайн-панели, она действительно, ну, в нее, как я уже говорил, неравный шанс попасть у разных людей, вот поэтому какие-то флуктуации внутри онлайн-панели тоже могут объяснять эту динамику. При этом она, ну, достаточно такая ощутимая, 7%. Если представить, что у этой динамики есть реальные причины, какими эти причины могли бы быть? Что мы видим? В первую очередь это рост социального оптимизма. Здесь все вот достаточно, здесь я более уверен в том, что я говорю, и, скорее всего, социальный оптимизм действительно растет, потому что коллеги из Бирок 12 декабря опубликовали экономический трекер, в котором они фиксировали в том числе вот Consumer Confidence Index, это индекс потребительского доверия, который подрос в отчетный период, вот который совпадает с нашим, да, то есть в ноябре вот индекс подрос, и здесь мы видим, что индекс и благосостояние страны, и индекс семьи, и индекс ожиданий в Беларуси подросли. Что интересно, в принципе, этот рост связан в достаточно большой степени с ростом его у сегмента ярые противники режима, да, что показывает нам, что на самом деле экономические факторы для этих людей тоже значимы в вопросах социального оптимизма. В исследовании идентичности, которое мы презентовали не так давно, в полном отчете там содержится информация о том, что экономическая составляющая тоже очень важна для людей, которые борются с режимом, которые считают себя, ну, неправильно не считают себя, о которых мы относим к ярым противникам режима. Поэтому вот это вот ощущаемое экономическое, чтобы не сказать нормализация, да, вот замедление вот этого вот падения, которое люди ощущают, и особенно вот эти популистская мера про заморозку цен, которую удалось зафиксировать коллегам из Бирока, скорее всего, оказало какой-то позитивный эффект на социальный оптимизм. Это один из потенциальных источников роста доверия, да, то есть какая-то часть этого роста доверия может объясняться экономическим фактором. Второй источник, который мы видим, это вот этот консенсус о не вступлении в войну. Здесь очень интересно, потому что, не глядя, не глядя, что несмотря на то, что в нашем обществе есть очень много линий раскола, вот по политическим признакам, по ценностным каким-то признакам, мы наблюдаем подавляющее просто большинство, вообще пронизывающий все сегменты общества, убеждение, что белорусская армия не должна принимать участие в войне ни на одной из сторон, не должна держаться от конфликта, от войны России с Украиной как можно дальше. Что это дает? Это дает, в принципе, почву для того, чтобы вот эта вот риторика, которая становится все более и более пророссийской, конечно, но при этом официальный режим Лукашенко все-таки и сам Лукашенко стараются говорить о том, что они не хотят втягиваться в войну, что они не хотят, чтобы белорусская армия участвовала в войне. Они не говорят вскользь, один раз за несколько месяцев буквально упоминают о том, что белорусская инфраструктура используется для бомбардировок Украины. То есть избегают темы войны, вероятно, осознавая, что это очень некомфортная для большинства в Беларуси тема. И люди могут, в принципе, рост доверия, особенно на фоне мобилизации в России, которая была таким большим достаточно шоком для людей, которые, ну и что-то явно просочилось, вот на фоне этого могло укрепиться в той или иной степени доверие, что вот так и так не вступаем в войну. Это вот сумма факторов. Третий фактор, который у нас есть, да, вот этот экономический популизм, мы его сейчас затронем. Немножко вот расскажу про повестку, да, и насколько она влияет. Дело в том, что повестка демократических сил, как мы видим из вопросов этих, да, она у нас не доходит до значительного количества людей. То есть очень большая часть белорусского общества живет в повестке государственной или даже в повестке пророссийской. Это видно в белорусском трекере «Перемен» вот с помощью этих вопросов. Мы здесь задавали вопрос «Знание о событиях». Это мы спрашивали, как вы думаете, событие произошло или не произошло в октябре или в конце октября, начале ноября. В октябре или начале ноября, не помню точно, потом можно формулировку точно можно в полном отчете посмотреть. То есть здесь проценты, конечно, они могут немножко отличаться от реального уровня осведомленности, например, об уходе Татьяны Зарецкой из переходного кабинета. Но в сравнении, например, с Татьяной Зарецкой ушла из объединенного переходного кабинета и Лукашенко посетил чемпионат по колке дров, мы видим, какая повестка доминирует. И мы видим, что оппозиционная новостная повестка даже скандальная. Про нее в курсе только люди из сегмента «Ярые противники» в достаточно большом количестве. Важность событий в духе Татьяны Зарецкой ушла из объединенного переходного кабинета этими людьми оценивается на уровне важности рождения пингвиненка в Минском зоопарке. Поэтому повестка сейчас во многом контролируется именно государством, и она является пророссийской и режимной. Это тоже может сказываться, информационная изоляция может сказываться на росте доверия к режиму Лукашенко. Вот здесь мы видим, что заморозили рост цен на все продукты, например. Это как иллюстрация. Про эту позицию слышали большинство белорусов, они думают, что это произошло. И как важно, это оценивается подавляющим большинством. Тоже только сегмент «Ярые противники» оценивают его менее важным. И то, большая часть из них, больше половины из них говорят, что это важное событие. И сопоставляя это с вопросом, который задал Бирог, про который Лев Львовский сказал, что 63% эту меру одобряют, можно понять, в принципе, что в краткосрочной перспективе этот экономический популизм, скорее всего, работает. И несмотря на потенциальные флуктуации внутри панели, несмотря на эффект фактора страха, который нельзя отрицать, нельзя также сказать, что нельзя исключить, что эти изменения, рост доверия происходит и в реальности. И если это действительно так, то тогда наши прогнозы, как Кристофер Форд говорил, мои прогнозы в одной из предыдущих эдиций трекера действительно были достаточно преждевременны, про исчерпанный лимит поддержки Лукашенко. У меня все. Дякую. Спасибо большое, Филипп. А сейчас я передаю слово Геннадию Коршунову. Геннадий, вам слово. Спасибо большое. Приветствую, коллеги. Приветствую всех присутствующих. И не будем отправлять долгаящих преступления. Сразу отвечу на вас, Филиппа. На самом деле, репрессии не только не уменьшились, репрессии увеличились, репрессии увеличились значительно. Фактически это главный тренд во взаимоотношениях режима и общества этой осени. Вместо амнистии, которое много обсуждалось и которое ожидалось, начался новый видок репрессий. Немножко цифр. По сравнению с летом, в три с половиной раза выросло количество политически материнных совершенств. Более чем в полтора раза выросло и количество судов. Кроме того, вырос уровень жестокости, уровень жесткости наказания. Более чем в три раза выросло количество присуждаемых лет заключения в среднем за месяц. Такой рост связан, прежде всего, с беспрецедентно огромными сроками, которые присуждались этой осенью. Начиная от дела Автуховича, заканчивая делом в 12 и так далее. Растут темпы признания заключенных политически. Если летом ежемесячный прирост в среднем составлял 87 человек, то осенью больше 109, ноябрьский рекорд 139 человек. При этом хочу отметить, что среди политзаключенных постепенно увеличивается доля женщин. Осенью она достигла 26%, в предыдущие месяцы – 24%. Хочу сказать пару слов об особенностях задержания. Там тоже есть такие четко выраженные направления, мини-тренды своего рода. Сохранилась отмеченная в прошлом выпуске тенденция к преследованию родственников, политзаключенных и тех, кто борется с режимом. Не могут задержать самих людей, преследуют их родственников. Оформляется тенденция задержания целых семей. Пару родственников, например, братьев, несколько случаев таких было достаточно скучных отца с сыном, но чаще всего, безусловно, задерживают мужа и жену вместе. Возник тренд, он флуктуирует, когда-то его больше, когда-то меньше, в предыдущем отчетном периоде такое было, на задержание сотрудников одного предприятия или одной видоснательной принадлежности. Один из самых громких – это волна или хапун, который прокатился по отдельно, но непосредственно задержали трех человек. Вот, ширится репрессирование отдельных профессиональных групп. От священнослужителей до дальнобойщиков никогда не угадать, кто будет следующим. На новый уровень репрессии выходят репрессии против адвокатуры и медиа. Адвокатов, если раньше лишали лицензии, сейчас просто начинают, что называется, зашить уголовку. Если говорить о медиа, то исследования начинают подвергаться любые независимые медиа, без какой-либо связи с тем, пишут они что-нибудь на политические темы или политику не затрагивают. Конкретные кейсы можно посмотреть в отчете. Отдельное слово в репрессиях – это выдвижение обвинений в содействии экстремистской деятельности за интервью тем независимым медиа, которые были признаны экстремистом. Это новое слово, и уже несколько достаточно больших звучных кейсов мы имеем. Сейчас вот на днях начался суд над Егором Лебедком, как раз-таки именно вот по этому треку. Далее, большой такой, большого уровня тренд, да, то, что коллеги отмечали в экономике относительно ручного управления. Фактически то же самое происходит в сфере госуправления. Военный фактор, на который нужно было реагировать обществом, его значение снилось, и государственный режим начал больше внимания уделять на то, что происходит в обществе, причем превентивно. Про превентивные меры мы говорили в прошлом трекере, здесь они не получили новое воплощение. Превентивно душить любую потенциальную возможность на комысле и сопротивление. Очень четко сейчас мы это видим в относительно отчиновников. И вот последний законопроект, который, в принципе, не попадает в зону в наш отчетный период, но он очень четко укладывается в тот тренд, который начался осенью. Это ручное управление, зажим жесткий всех членов управленческой вертикали, всех состоящих управленческой вертикали. Ну, соответственно, им дается установка делать то же самое в своих подотчетных сферах, подразделениях организации. Еще один тренд, ожидаемый, в принципе, потому что осень, потому что первое сентября – это повышенное внимание к сфере образования. Благо, что еще и повод был на несчастный случай в одной из частных школ. В результате мы получили что? Мы получили практически полностью полное уничтожение частного сектора в системе среднего образования. Мы получили формирование, форсирование идеологической накачки, которая и раньше была, безусловно, но сейчас все форсируют, усиливают, актуализируют по всем направлениям. Причем на всех уровнях. Это не только среднее образование, это от детского садика до школы. Причем на практический открытый текст говорит, что не нужно нам образование, нам нужно идеологическое воспитание. И оно должно начинаться с детского сада. Кроме того, продолжается милитаризация образования с очевидным милицейско-прокурорским уклоном. Еще раз скажу, что конкретные кейсы, более подробный анализ я очень рекомендую посмотреть в полном отчете по проекту. Тем более там все разделы заслуживают внимания. И последний тренд. Это продолжается война в тюрьме, если угодно. Я бы именно так спортировал, потому что с одной стороны режим усиливает цензуру, усиливает давление, прежде всего контролируя и запрещая, уничтожая любые проявления белороскости. Особый страх для него – это символы. Мы знаем, я думаю, все обратили внимание на то, что даже клич «Живе Беларусь», известный с начала века, он признан был фашистским. Ну, правда, с поднятием руки, но я думаю, что на такие мелочи и детали не глубоких, ни КГБ, никто не обращает внимания. Гражданское общество, активисты и все неравнодушные, в принципе, противопоставляют. Поэтому, конечно, единственное, что осталось, это продвижение белорусского языка, продвижение белорусской культуры. Становится больше контента белорусского, белорусскому умову. Контент начинает находиться у потребителя, медиа начинают постепенно либо полностью переходить на… я не говорю, что все, но такие кейсы есть, такие кейсы значимые. Либо полностью переходить на белорусскую умову, либо дублировать часть своего контента именно на белорусском языке. Кроме того, ширится мероприятие мемориального характера, культурного характера. Ну, естественно, к сожалению, не в Беларуси, но белорусы за рубежи активизируют направление в этом, активизируют деятельность в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое, Геннадий. А мы переходим к сессии вопросов и ответов. Всех участников сегодняшнего мероприятия я призываю задавать вопросы в чате Зума, и я буду зачитывать их в порядке очереди. Некоторые вопросы нам пришли еще до начала дискуссии, зачитаю первый из них, он адресован всем спикерам. Осознают ли участники свою коллективную ответственность за утверждения каждого из них или считают, что отвечают исключительно за свои собственные утверждения в их общем проекте? Давайте очень кратко. Возможно, кто-то хочет, либо в том же порядке, в котором мы презентовали разделы. Начнем с Павла. Да, как вы меня видите, как слышится. Почему на этот вопрос хочется какую-то клятву верности дать? Ну и, безусловно, я не знаю, выражу ли мнение всей команды, думаю, что да. Мы презентуем этот трекер не как индивидуальное исследование или анализ, собранный в один репорт, а это, безусловно, мнение коллектива исследователей, которые совместно работают над ним. То есть авторы пишут, безусловно, свои части, но потом мы обсуждаем, и все это несогласие или позиции, которые нас разделяют, мы компромиссным способом урегулируем. Поэтому я думаю, что дальше, возможно, не имеет смысла спрашивать, если, конечно, меня коллеги не поправят. Спасибо большое, Павел. Я с тобой полностью согласна. И мы переходим к другому вопросу. Какой есть самый весомый, сдерживающий фактор для перемен в Беларуси? Вопрос каждому спикеру. Давай, наверное, с тебя и тобой продолжим. Весомый фактор, сдерживающий перемены в Беларуси. Ну, я, наверное, могу назвать только имя одного человека, которого вы и так знаете. Это, наверное, пожалуй, самый весомый фактор. Ну, а если шутки в сторону, то я думаю, информационная изоляция – это один из таких основных факторов. Второй – это репрессии. То есть это репрессивная система, которая выстроена, точена, тоталитарная, которая на наших территориях, она существует уже столетия, не только последние годы. Вот она формирует такой класс, общественное настроение, которое в итоге нас отодвигают от каких-то позитивных сценариев. С 2020 года мы наблюдаем динамику в сторону ужесточения этих репрессий, соответственно, на большую деполитизацию людей. Я, опять же, анализирую то, как Беларусь развивалась 2014-2020 год, когда на фоне сближения с Европейским Союзом, с западными странами, белорусский режим был готов ограничивать, лимитировать градус репрессий. Людей не сажали так активно в тюрьмы, политических заключенных практически не было, официально признанных, по крайней мере, не было до 2020 года, и это позволило людям почувствовать большую свободу. Родились и вошли в политику в 2020 году люди, которые раньше не очень интересовались, то есть политизация общества, она происходила, и на фоне вот этого уменьшения репрессивности этой системы многим показалось, что на самом деле Беларусь не такое авторитарное государство. В 2020 году им наглядно показали, что это не так, и вот все последние годы мы наблюдаем за тем, что Беларусь на самом деле превращается постепенно из авторитарного в тоталитарное или полутоталитарное государство. Я бы сказал, что именно это является главным фактом. Если мы уходим от тезиса про то, что это в принципе все завязано на одном человеке, который эту систему выстроил еще в 1994, 1995, 1996 года, то да, второй фактор это люди и их страхи. Спасибо, Павел. Филипп, тебе слово. Да, я к этому хочу добавить, что здесь нужно очень понимать, что такое перемены. да, вот они могут быть достаточно резкими, да, могут быть какими-то техническими там изменениями, все такое. И здесь помимо репрессий, очевидно, что дубинка полицейская, милицейская, это самое главное, что сейчас замедляет перемены в Беларуси, да, вот присоединяюсь к Павлу. Есть еще разный взгляд внутри общества на белорусскую систему, да, как набор каких-то бенефитов, набор каких-то практик, которые люди могут для себя считать полезными, да, воспринимать себя как бенефициарами существования этой системы или нет. Да, то есть достаточно много людей в Беларуси в принципе считают, что, ну, Беларусь это не самое плохое на свете государства, оно социальное, да, там, оно помогает людям, люди имеют работу, вот. И какие-то суперрезкие перемены, я не думаю, что будут восприняты очень позитивно этими людьми, то есть это вот есть и такие, это такой сдерживающий фактор. При этом важно отметить, что в 2020 году, возможно, компромисс был бы найден, если бы вот Александр Лукашенко не украл выборы, да, потому что, вероятнее всего, победил бы на них человек, который сейчас находится в тюрьме, да, если бы его не посадили. Скорее всего, Виктор Бабарика одержал бы победу над Лукашенко, и вот Виктор Бабарика мог бы быть той компромиссной фигурой, которая бы вот обеспечила и обновление этой системы, да, и не столь радикальный ее слом. Поэтому вот так, то есть если спекулировать, ну, типа, в обществе есть запрос на перемены, но он разной степени, но это действительно второстепенно по отношению к тому, что просто-напросто режим в стране репрессирует людей и давит любые потенциальные запросы даже, проявления запроса на перемены. Спасибо, Филипп. Артем? Раз Павел аккуратно залез на мою внутреполитическую вочину, я позволю себе залезть на его внешнеполитическую. Я искренне считаю, что главный стопор на пути перемен это то, что в сравнительной политологии часто называют эффектом черного рыцаря, то есть наличие рядом более влиятельного, большого, авторитарного реакционного магнита, да, которым является Россия для белорусского режима. И, соответственно, появление Беларуси за 30 лет практически уже скоро правления Лукашенко, появление класса влиятельных стейкхолдеров, которых устраивает формат взаимоотношений, который сейчас уже существует, вот которое десятилетие такое паразитирующее. И до тех пор, пока это такая win-win ситуация, ситуация взаимовыгоды для белорусского режима и для его российских доноров существует и продолжается, любые внутренние демократизаторские импульсы в белорусском обществе, которое однозначно, как мы увидели в 2020 году, переросло в архаичный режим, который у него есть, любые эти импульсы просто блокируются, потому что существует очень очевидный дисбаланс возможностей у стейкхолдеров, заинтересованных в сохранении связи с Россией и у остального общества. Поэтому лично я искренне считаю, что это, а не внутренние, внутрибелорусские факторы являются ключевым стопором. Спасибо большое, Артем. Лев, ты хотел что-то добавить? Да, ну, все работает, да. Да, ну, собственно, здесь я во многом соглашусь с коллегами, с уже озвученными. Сейчас можно назвать несколько вещей, которые мешают с экономикой Беларуси развиваться. Это санкции, это потеря западных рынков, это потеря украинского рынка, это чрезмерное сближение с Россией. Здесь, я скажу, не политический аргумент, а чисто экономический. Российская экономика действительно кратно больше, чем белорусская. Тем не менее, это большая, но стагнирующая экономика. Россия в последние десятилетия росла примерно на 1% в год. Следующее десятилетие, скорее всего, в том числе из-за санкций, будет расти еще медленнее. Это значит, что 70% нашей торговли, которая очень важна для Беларуси по ее экономическому типу, будет происходить со стагнирующей экономикой. Все эти факторы, то есть их можно много перечислять, но да, действительно, они во многом проистекают даже не из личности самого Александра Лукашенко, а именно из-за его желания, которое уже в современной экономике неуместно оставаться у власти всеми возможными способами. И именно это желание, собственно, и привлекло на Беларусь санкции. И привлекло, сделал возможную атаку через территорию Беларуси на Украину. Соответственно, привлекло военные санкции. И заправил у нас доступ к современным технологиям. Спасибо большое, Лев. Геннадий, вам слово. Спасибо. Я бы хотел просто сказать, что в зависимости от того, какой уровень анализа мы изберем, эти факторы будут достаточно разными. Безусловно, ключевое место практически на всех уровнях будет занимать персона Александра Лукашенко и режим, который он выстроил. Но я бы хотел подняться на такое, скорее, философско-историческое уровень и сказать, что революция, которая началась в 1920 году, она на самом деле не закончилась. И определенные изменения идут. Запрос на изменения, он есть всегда. Вопрос только в том, какие есть для этого возможности. И когда я говорю, что революция не закончилась, учебники практически говорят, что за революцией очень часто идет этап контрреволюции. Этап подавления любых интенций на любые изменения, на любые реформы. Но чем жестче вот этот этап, который не дает желаниям изменить что-то, тем больше покопление негативной энергии, скажем так, либо парсионарной энергии, которая грозит взрывов. Спасибо. Спасибо большое, Геннадий. У нас еще один вопрос. Вопрос из чата. Может ли влиять на общественное мнение иммиграция протестного сегмента? Или это слишком незначимое количество? Ну раз про общественное мнение, может, я подберу тогда? Коллеги, дополняйте, если сочтете нужным. Да, может. Проблема с этим фактором заключается в том, что, к сожалению, нет никакого точного способа измерить, сколько именно людей уехало и к какому, так сказать, политическому лагерю они себя причисляют. В принципе, то, что мы видим в вопросах, показывает, что ожидания личные, желание иммигрировать значительно выше у представителей или ядра протеста, как у Чатамхауса, например, или ярых противников режима, как в нашей сегментации. То есть можно предполагать, что они в основном сейчас составляют значительное количество выезжающих. При этом вот Андрей Казакевич не так давно, 1 декабря, на Минском форуме говорил про то, что в Литве, вот по его, в соответствии с его исследованием, люди не то чтобы вот таких политических убеждений придерживаются, которые выезжают. И в основном это люди, которые выезжают именно на заработки. Нет возможности проверить это, к сожалению. Я допускаю, что одной из причин изменений в общественном мнении, которых мы видим, это отток протестно настроенных граждан. Потому что это вполне реально. Насколько сильно это влияет, я не могу ответить. И думаю, что в принципе никто сейчас, к сожалению, ответить не может. Спасибо большое, Филипп. Я вижу, что вопросов уже больше нет. На этом я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю презентацию. Спасибо всем, кто присоединился к нашей дискуссии в пятничный вечер. Я напоминаю, что третий отчёт выпуска доступен на сайте фонда имени Фридриха Айберта, и мы разошлём его на всех, кто зарегистрировался на это мероприятие. Большое всем спасибо и до скорых встреч. Спасибо всем. Всем до свидания.